Сучастное обличие ветки сформировалось еще в часы основания Советского Союза. Нельзя сказать, что за последние 5-6-10 годов тут ничего не делалось, но и масштабными этой работы назвать так само, напевно, нельзя. В целиком разе управление с тем, что отбывается сейчас. Город ветка знакомитый перш за всем музеем старобранництва. Еще в 80-х годах минул 100 годов, и он был включен во всесоюзные туристические маршруты, и что год принимал до 60 тысяч человек. Зараз гадает лечба в 6 разов меньше, а тому резерв у музея Велики. У гэтая дни або два будинка установы знаходится на реконструкции. У местовых уладов у вогли Велики планы. По инициативе райваконкама зараз в городе проходит громадское меркование пропановы об обладательстве першого у истории ветки бассейна. Докладнее до разу двух – для дорослых и для детей. Самая большая работа и самая оптимальная – это у нас строительство бассейна. Люди, конечно, ждали этого момента, и вот, наконец, мы, думаю, начнем. А так у нас попали большинство социальных объектов. Детский сад у нас попал на капремонт и гимназия. Там действительно пройдут масштабные изменения внутри и снаружи. Основный участок работы у ВЕЦИ проводит организация Гомельской области. Зараз в процессе реконструкции все бытовнистов находятся около 50 объектов. Бодает наибольшая колькость их у социальной сферы. Той же районный дом культуры, например. По культурно-массовым мероприемствам тут не проводится, а это часовая заява. Дом культуры, конечно, у нас абсолютно востребован. Это единственное в городе ВЕЦИ такое культурное учреждение, в котором проходят концерты районного, областного, ну иного масштабов, акций разного формата. И Чернобыльский шлях, и наши местные районные и областные акции. Поэтому он на самом деле поистине востребован. Потому что это, скажем, храм культуры города ВЕЦИ. Вода и наибольшей значительной неозручности подчас массовых ремонтных работ преподают на долю водителей. На некоторых участках худкость Руху не достигает и 20 км за годину. Зато и после завершения ремонта на проездной части заявится не только новый асфальт, а и и додатковые полосы. Основные объемы работ повинны быть завершены у кроссовику. Ветковчане сподяются. Зусим худкость город станет больше комфортным и утульным. Ждем улучшения, конечно, что будет красиво в ветке. Наконец-то наступит у нас порядок будет. Дорожки будут тротуарные, что мы будем с детками гуляться. Все будет хорошо. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель» с ветки.